Приветствую вас! Как происходит развитие вашей ситуации? Вы пишете, что вам понравился мужчина, и нравится он вам и как внешне, и как человек. Он женат, вы замужем, в общем, очевидно, что у каждого из вас есть своя жизнь, очевидно, что у каждого из вас есть некая такая своя сфера, где каждый из вас живет. Но, как бы быстро мы обратили на него внимание. Вот, некая вопрос, почему? Пожалуй, то, что происходит с вами, то есть, что он просил вас перейти на «ты», потом он вам помог, потом вы обменялись телефонами, кстати, вот именно этот факт того, что вы обменялись телефонами, не очень, ну, созучен с тем, что вы пишете ему, что надо соблюдать дистанцию и что неправильно это все, плохо. Ну, как бы это когда вы обменивались телефонами, вы почему-то об этом не думаете. Вот. Значит, он был обиден, да, естественно, он был обиден, потому что вы не оправдали его ожидания. То есть, человек думал, что вот все, что вы делаете, все, что у вас есть общего, вот, все, что происходит, это намек ему на то, что может что-то получиться, может что-то, ну, произойти, и вы проявляете к нему интересы. То есть, несмотря на то, что он женат, у него есть определенные проблемы. То есть, проблема, имея в виду, проблема, что брак его не удовлетворяет все его потребности. И невестным, то ли у него потребности больше, чем может удовлетворить брат, то ли сам брат является недостаточно здоровым. Но факт тот, что мужчина хочет, как бы, с вами иметь связь для того, чтобы реализовать то, что ему не хватает. Это вот по поводу него. Далее. Вы пишите о том, что я, наверное, надумываю много. То есть, значит, то, что вы в браке 12 лет и счастливы, но вам не хватает внимания мужа. Вот именно то, что вам не хватает его внимания, как раз, именно это и является вашей проблемой, которая изначально определяет то, что вы обратили внимание на другого мужчину. Вы говорите, что ваш муж много работает и все свободное время посвящает мне и ребенку, но определенно, что ваши потребности в его внимании также не удовлетворяются. И именно поэтому вы обратили свое внимание на другого человека, потому что ваши потребности не удовлетворяются полностью и из-за этого вы чувствуете их дефицит. Ну и, соответственно, далее вы пишите, что ваш муж работает много и все свободное время посвящает вам ребенку. То есть, получается так, что супруг работает много, старается сделать все, что от него вообще зайти зависит. То есть, если я правильно вас понял, если я правильно вас понял, свободное время посвящает ребенку, но для вас и у вас нету вот этого вот понимания того, что человек делает все от него, все от него зависит. То есть, вероятно, то есть, вероятно, у вас отсутствует вот это вот понимание, раз вам все равно не хватает внимания мужа, потому что, ну, понимая вы, что у него действительно есть, как бы, ну, необходимость работать. Работать, понимая вы, что он делает все, что от него зависит и понимая вы до конца, что человек вот просто находится на пределе своих возможностей. То есть, если вы субъективно для себя это приведете в некий такой единый процесс восприятия, то есть, чтобы не было конфликтов у вас внутри. Вот вы говорите, что у него не хватает внимания. То есть, что это значит? Это значит, что есть некое несовпадение, да, того, что вы хотите и того, что вам может дать ваш муж. Ну, ага, откуда это несовпадение вообще берется? То есть, либо из вашей неуверенности в себе, либо из того, что вы считаете, что ваш муж мог бы уделять вам больше внимания, но не делать этого. По какой-то вот, ну, по какой-то своей причине, по каким-то своими желаниями он не делает этого. И вы из-за этого испытываете дефицит. Дефицит его внимания, собственно говоря. Вот в этом и кроется проблема. И эту проблему, это противовечие необходимо разрешить. Потому что оно вам будет мешать дальше. Вы, если будете испытывать для себя дефицит внимания, то ни о каком, ни о какой гармонии речи идти вообще не может, к сожалению, тогда. Ну, и, соответственно, вот этот момент, момент, связанный с тем, что вы сами находитесь в неком противоречивом состоянии, делает возможным все, что происходит у вас с другим мужчиной. И либо вы для себя понимаете, что как-то вот неверно вы воспринимаете ситуацию в целом, либо вы, ну, собственно, так и будете обращать внимание на другого мужчину. У вас будет связь, несмотря на то, что, несмотря на то, что вы считаете это плохо. И рано или поздно эта связь вам просто-напросто дойдет до определенного момента, когда у вас появится реальная возможность, например, своему мужчине изменить, своему музею, я имею ввиду, изменить. Захотите вы это делать или нет, это ваше право, я не думаю, что мы можем вас судить, вот. Но, тем не менее, вам нужно разрешить свой конфликт. Я бы сказал, что конфликтов противоречия у вас несколько. Я бы сказал, то есть их основных два. Это моральный конфликт, то есть вы говорите, что, ну, не соблюдают дистанцию, и что плохо то, что происходит у вас с другим мужчиной, но при этом вы обмениваетесь телефоном. То есть идет либо неосознанность своих желаний, либо игнорирование моральных норм, которые у вас есть, то есть которые у вас же в наличии, как защитный реактор. Это первое противоречие. И второе противоречие, это то, что вы пишите, что ваш мужчина, он работает все время и все свободное время уделяет вам и ребенку. То есть если вы считаете, что мужчина мало делает для вас, опять-таки, то с этим тоже нужно что-то делать. То есть либо разговаривать с мужем и как-то менять его образы сильнее, менять его работу, чтобы он, ну, больше времени проводил, может быть, с вами, может быть, больше внимания уделял вам, чтобы вы не испытывали дефицита во внимании с его стороны. Вот, либо вы сами как-то для себя постараетесь восполнить тот, ну, тот недостаток, внимание, дорогие мужа, которые сейчас есть, чтобы это не привело в будущем к разрушению вашей семьи. Далее вы пишите такую вещь, что как мне побороть эти чувства. А видите ли, основная проблема в том, что побороть чувства вам не надо. То есть именно речь о том, чтобы побороть суть, подавить ваши чувства, значит, подавить ваше желание. А подавливать ваше желание, значит, вам вредить. Опять же, я не думаю, что это хорошее подспорье для построения качественных гармоничных отношений между вами и вашим супругом. То есть если вы действительно хотите выстраивать отношения с мужем свободные и жизнеспособные, то не подавлять нужно вам свои желания, а учиться правильно их реализовывать. Видеть и обращать свое внимание правильно, правильно обращать свое внимание на те вещи, которые происходят. То есть можно будет более детально отслеживать то, что вам не нравится в своем мусе. Более откровенно с ним общаться на вот эти вот темы, которые вас волнуют. То есть говорить, что вам не хватает его внимания. И это пытаться прийти к какому-то выводу, к какому-то выходу и так далее. И еще непонятно. Вот вы пишите, что эта ситуация выбивает меня из колеи. А что именно? Как именно это происходит? То есть выбивает из колеи в чем? Вы же сами обменялись с ними телефонами. Вы же сами испытываете скуку по этому мужчине. Значит, это ваша бобрена. И потребность ее не убрать. Но потребность нужно осознать и правильно реализовать. И тогда у вас, я думаю, все будет нормально. Ну то есть нормализуются отношения у вас с вашим мужем. И, возможно, вы придете к какому-то решению с другим мужчиной тоже. Вот. На этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались дополнительные, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.